Дочернее предприятие двух крупнейших нефтяных компаний страны, Лукоила и Башнефть, презентовались сегодня в Наринмаре. Для презентации новой компании в окружную столицу прибыли вице-президент компании Лукоил Азад Шамсуаров и первый вице-президент компании Башнефть Михаил Ставский. После встречи с главой региона Игорем Кошиным они отправились в культурно-деловой центр Арктика, где и представили стратегию развития нефтяного предприятия. Алина Вуючейская продолжит тему. Нефтяная компания «Востокнау» – совместное предприятие Башнефть и Лукоила с равными долями участия 50 на 50. Новая компания зарегистрирована на территории округа в начале апреля. Она создана для совместной геологоразведки на принадлежащих компаниям лицензионных участках в Ненинском округе. Так, работы по разведке и добыче нефти будут проводиться на семи участках – Восточно-Подимейском, Нереаяхском, Саватинском, Сабриягинском, Янгарейском, Верхне-Янгарейском и Северо-Ярьягинском участках. Будут реализованы проекты на данных лицензионных участках, которые варуются в Башнефть и Лукоила, сейсмика, сейсморазведочная, последовательная войсково-разведочная, доразведочная, постановка ресурсного потенциала на баланс, государственный баланс, подготовка проектно-технологических предприятий, проведение, безусловно, всех общественных служб на месторождении. Дочку Башнефть и Лукоила создали по аналогии с компанией Башнефт-Полюс, которой успешно занимается разработкой месторождений Трепса и Титова. В августе 2013 года компания Башнефт-Полюс приступила к добыче нефти в рамках реализации проекта разработки этих месторождений. За последние годы было выполнено обустройство и подключение к коммуникациям 12 разведочных скважин на месторождении имени Романа Трепса. В рамках подготовки к пробной эксплуатации было построено свыше 40 километров нефтесборных трубопроводов, около 80 километров линии электропередач, первую очередь центрального пункта сбора нефти, пункт приема-сдачи нефти, напорный нефтепровод ЦПС Трепса-Варанде и протяженностью более 31 километра, а также ряд вспомогательных объектов. Пока по геологии мы получаем полное подтверждение, по дебетам пусковым, то есть идет работа, потому что нам нужна статистика, статистику на работу, работу месторождения, работу пластов, вот этим мы сейчас занимаемся. Идет активное обурение эксплуатационных скважин, эксплуатация разведочных скважин, про которые говорили, которые были запущены в работу на первом этапе, то есть все идет в плановом режиме. Создание на территории Нейнского округа еще одной нефтяной компании – залог успешного развития и огромных перспектив. Так будет создана дополнительная налоговая база для региона, дополнительные рабочие места. Сегодня мы заинтересованы в том, чтобы нефтяные компании, получившие и заключившие лицензионные соглашения на территории Нейнского округа, по максимуму сократили срок ввода месторождений в промышленную эксплуатацию. И в данном случае мы вообще присутствуем при уникальной ситуации, когда две российские компании, объединив свои усилия, это и свой наработанный практический опыт, свой научный потенциал, свои финансовые возможности, вот успешно реализуют первый проект. Презентовав новое нефтяное предприятие, делегация в составе представителей органов власти и нефтяных компаний отправилась на месторождение Трепса и Титова. Съемочная группа телеканала «Север» также вошла в состав делегации. Подробный сюжет о поездке смотрите в наших следующих выпусках.